Обычно люди приходят на подобные мероприятия, когда их что-то интересует. Что интересует вас? Что будет? Как вас зовут? Кистанов Сергей Александрович. Перспектива долгового уровня. В общих чертах, я думаю, представление получит, по крайней мере, на бредной горизонт до каких-то изменений политики ставки ФРС. Она больше, кстати, нереально претендована. Понятно, что если вдруг по отчаянию ФРС заметно поменяют свою политику, то это все старые прогнозы перечатываются. Причем во всех рынках и в нашем том числе. Скажите, а по нашему долговому, как вы думаете, все-таки ставка будет понижаться и повышаться в данной ситуации? Очень большая вероятность, но с оговоркой, о которой чуть позже рассмотрим подробно, насколько возможно оговорок, что общая тенденция к умеренному, в час по чайной ложке, снижению ставки сохранится. Причем я рассмотрю концепцию нейтральной ставки, вы понимаете, что мы уже пошли чуть-чуть ниже нейтральной ставки для России. У нас традиционно принято ругать ЦБ за то, что мы жесткая политика. Вот я думаю, после того, как мы эту концепцию рассмотрим, вы поймете, что она уже не жесткая, а может быть даже чуть-чуть ниже. И вот такое необычное, которое многие принимают за жесткую политику, это следствие жесткой бюджетной политики. Вот если, опять-таки, если, если господин Мишустин ослабит бюджетную, жесткой бюджетной политики, если действительно у нас про это деньги вольют, вот тогда, скорее всего, денежно-кредитная политика будет более адекватно стыковаться со страхом. А пока наблюдается забавное явление. У нас при внешнем взгляде все обвиняются в ЦБ, но на самом деле от него ничего не зависит. От проблем в том, что у нас очень жесткая бюджетная политика. Жестче, чем теоретически это нужно. А эффекты такие же, как будто бы это ЦБ. Но позже это подробно рассматривать. А презентации будет? Да, естественно, будет. На почту подскими. Ну, это надо коллегам, которые это организуют. Я абсолютно открыто всем желающим раздаю, но сюда нам флешку ставить не дадут. Просто попросите тот, кто вас приглашал, чтобы они рассылали. Я физически не знаю. Сергей Александрович, а вы не будете рассказать только про облигации на российском рынке? У меня план следующий. Я как раз буду рассказывать о принципах, которые одинаково применимы вообще говорят в любом случае. Хоть к нашему, хоть к европейскому, американскому. Потому что моя цель вам не готовы к стратегии. С готовыми стратегиями обращайтесь, соответственно, к тем, кто у вас в консульте. Их довольно много, они разнообразны. У нас сегодня цель немножко другая. Чтобы вы поняли, один принцип я уверен, что вы поймете, он достаточно простой. А второй вот для меня эксперимент. Я просто не знаю, как вот средний человек это воспринимает. Я сразу понял, что пугать вас полутора десятками формул бесполезно, что 99% сидящих в зале не осидают. Я, естественно, кстати, сошлюсь на книгу, где можно как-нибудь глубоко, даже на две книги. Обе из них довольно легко вы нагуглите и так далее. Но подразумевает, что вы знаете математику, ну хотя бы в течение, в объеме там первого-второго курса, не математического нужда. Она не слишком сложная, но и не такая, что любой человек без подготовки о себе. Поэтому я ссылки дам. Я, наверное, попытаюсь рассказать это без формул. Но кто хочет какнуть глубоко, кстати, можете прямо сейчас пометить себе эти две книги. Первая. Кристин Рей. Кан Рей. Кристин Рей, да. Так и называется рынок облигации. Книга 97-го года. Бумажную найти нереально, но гуглом вы ее найдете легко. На десятках сайтов выложены и так далее. На мой взгляд, там раздел, так называется, облигационная математика. Прекрасно описывает то, что сегодня мы будем в том числе обсуждать. Вторая книга Четыркин, профессор Четыркин, финансовая математика. Она пообъемнее, потому что если у Кристин Рей там сжата одна глава, в принципе, за два часа ее прочитать реально, не извлекаясь. То Четыркин, он объемный, но Четыркин чем хороший? Если вы его осилите, во-первых, Четыркин от средней школы уровня до нормального, то есть если кто-то хочет просто лучше разбираться в финансовых расчетах, очень советую. И по этой же причине она довольно большая. Хотя написано довольно легко. Причем забавно, у меня с профессором Четыркиным казус случился. Я некоторое время в Нирбисе преподавал. И вот студентов, там человек вести, я ему говорю, вот, прекрасная книга покойного профессора Четыркина. Он сзади подходит и говорит, я жив. Я говорю, извините, а мне-то сказал, что он неудобно получился. Но он посмеялся, говорит, вот теперь, Гали, точно долго же не буду. Есть приметы, если там заживо похоронен, человек долго живет. Еще вопросы, да, пожалуй, наверное, начнем. Пожелания, вот что-то может быть интересным. Потому что чем лучше я буду знать ваши интересы, тем лучше не будет. Начнем. Годовой прогноз ваш по нефти непочтительным. Очень хорошо. Если будет время, чуть-чуть можете этого... Смотрите, давайте вот сразу, чтобы тему закрыть. А сейчас мировая экономика на развивке. Вот я думаю, что где-нибудь в течение месяца-двух мы увидим либо то, что сейчас происходит, будет коррекция, либо поочечайнее. Если истерия по поводу коронавируса разойдется, то пик в Европе будет как раз месяца через два-три. Мы просто оглядываемся на китайцев, форма кривой такая же, понятно, что цифры будут другие, но кинетика, скорость набора и спада, они, скорее всего, будут примерно похожи. В Китае два-три месяца шло вверх, а сейчас пошло вниз. В Европе только стартовало, значит, где-то месяц-два, может быть, три. И один бог знает, поскольку это психология, то, честно говорю, один бог знает. Эта истерия, которая по поводу коронавируса, дойдет до провокации циклического спада, это вполне возможно. Или не дойдет. Потому что чисто с точки зрения биологии, я по первому образованию, я изучал два семестра, зачет, экзамен, у меня отлично по этой рецеплине, меня просто разрывает от того, как пресса эту тему освещает. Вы цифры посмотрите. Есть, в конце концов, такое понятие, как смертность. В Китае это семь человек на тысячу населения в год. Население Китая известно. Число дней в году известно. Это грубо ориентировочно, дома перепроверите меня, где-то в районе 27 тысяч человек в день. Нормальный, естественный уровень смертности в Китае. Это большая страна. Там сколько? Три тысячи умер. И 2 800 я забрали. Где-то так. За 60 дней. Сравните с естественным уровнем. Это такой мизер. Да, это трагедия для конкретных людей. Но это такой мизер, что серьезно говорить о каких-то эффектах не приходится. То, что мы видим, два эффекта. Первый – это карантин. 60 миллионов человек сидит на карантине. По-моему, это первый случай в истории человечества. Такого карантина, да? Жестко. 60 миллионов, по-моему, точно перелось. Но это дает потери ВВП Китая. Там есть в конце, где-то минус 0,4%, максимум 1%. Причем, 1% такая, знаете, пессимистическая процента. Скорее всего, не выше. Где-то вот, вилка будет 0,4 – 1%. Даже для Китая, ну, пусть 1% потери ВВП – это не катастрофа. Учитывая их рост, да, это не катастрофа. От этого не умерет. Но есть еще аспект чисто психологический. Бесконечная истерия в прессе, которая из каждого утюга про этот несчастный коронавирус. При том, что сезонная смертность от сезонного осеннего гриппа выше. Смертность в ДТП выше, причем на пару порядков. Ну, как это объяснить простому человеку, я не знаю. И поэтому, учитывая то, что все мировые экономики замедляются, замедляется тихонько Америка, Европа, Китай, замедляется Америка. То есть мы где-то недалеко от вершины цифра. Вот на этом фоне я не исключаю, что если эта стирия будет развиваться, через пару месяцев можем получить как минимум рецессию, а то и циклический кризис. Но понятно, что прогноз, если кризис будет, будет один, если кризиса не будет, совершенно другое. А вот что будет, ответственно сейчас, пока пик заболеваемости в Европе не пройдет, никакими богами сказать нельзя. Это истерия вытасит. Поэтому бесполезно меня пытать прогнозами. Потому что мне самому дико интересно. Здесь такой фактор, что вот как раз расклад бидит 50 на 50. Дима наблюдает. Ну, с точки зрения облигации тоже рассмотрим, благо там решение очень сложно. Но вот вы поняли, почему я бессилен что-то сделать с ним. Хорошо. Двигаемся дальше. Итак, первое, что нужно рассмотреть, это довольно интересное явление. Кстати, оцените год. Явление гораздо больше 30 лет. Это серьезное снижение ставок. В большинстве крупных экономий, в последние лет 35, ставки заметно снижаются. Кстати, я вот не сделал, добавим 30. Кто-то интересовался, какие ставки были? 800 лет назад. Мало того, статистика с 11 века. Великобритании. Генуэзский. Ну, генуэзский не знаю, но самая лучшая статистика по Великобритании с 11 века. Единица процентов? Типло. Да, 1,2,3. Ну, какая-то очень минимальная. Нет, вы чуть-чуть занижаете. Есть хорошая книга Грегори Кларка. Он историк промышленной революции. И вот когда он предысторию описывает, с 11 века по Первую мировую войну в Великобритании ставки колебались в диапазоне 6-10 процентов. Редко ниже 6 и редко больше 6. 9 веков. Представляете? И плюс не забываем, что это была эпоха металлических денег. То есть, мы печатали было нельзя. И вот я подозреваю, что, наверное, вот такая природная, в кавычках, стоимость денег как раз где-то в этом диапазоне. А то, что мы имеем, особенно после 1971 года, когда все деньги в мире стали отвязаны от золотого стандарта, это, в общем-то, явление, связанное с отражением денежно-кредитной политики Цитробанка. И вот интересный момент. Наверное, американский рекорд 20,5 процентов. Никто, кстати, не слышал, с чем это связано было. Это громкая... С нефтяным кризисом? Нет, нет, нет. Это уже после было. Это было заметно после нефтяного кризиса. Вот недавно, например, Пол Волкер, это он сделал в возрасте чуть меньше 100 лет. И он даже, он такой не любитель Трампа, даже переписал предисловия к своей книге. Вот он в свое время угробил переизбрание на второй срок Джимми Картера. Джимми Картер был, в общем-то, нормальный президент, но он как раз в такой же фазе предвыборной кампании примерно на Трампа сейчас. Он для борьбы с инфляцией установил ставку барабанная дробь 20,5% в долларах. Процентов 20 банков американских слабых разорились, безработица вверх, экономика вниз, а инфляция, которая тогда была в США довольно большая, с двузначных величин упала до трех. Со всего мира наличные доллары рванули в Америку. Из Африки самолеты с тюками с долларами прилетали. В 20,5% в долларах это высокая ставка. Вслед за этим избрался президент Рейган, который снизил корпоративные налоги, снизил налоги на труд, послушал Милтона Фридмана, внедрил основные посплаты монетаризма, так называемой чикабской школы. И вот если у кого-то из вас есть знакомые американцы, я знаю две семьи, которые в 70-е годы из СССР по евреистам не уехали. Вот они говорят в один голос. Вот если бы можно было планировать Рейгана, ничего больше не было. Потому что знаменитая эрегономика, это был период, кстати, он продолжался уже после ухода Рейганского поста, когда и корпоративные бизнесы хорошо чувствовали, хорошо рост, и люди реально богатели. То есть и богатые, средний класс, даже не богатые люди у всех будет состояние расхода. Так что вот эта вот огромная ставка 20,5% это пример борьбы с инфляцией, который обошелся в отжимикат в его президенте. Дальше ставка снижалась, снижалась, снижалась. Криз 2008 года ставка четверть процентов годовых. Причем много лет, фактически до 16-го года. При том, что инфляция в Штатах выше, чем четверть процентов. Вот это был один из драйверов огромного роста американского фонда в рынке, рынка недвижимости и так далее. И вот, наконец, маленькими шажками ФРС смогла ставку поднять. Ставку поднять, сравнялись, инфляция, даже чуть-чуть, чуть-чуть, может быть, на четверть процента превзошли инфляцию. А потом случилось ЧП, господин Трамп показал давление на ФРС и ФРС несколько раз что сделала со ставкой? Масштаб маленький, снизил. Причем снижение ставки, на которое пошла ФРС, происходило при, в общем-то, хороших темпах роста в американской экономике, при низкой безработице достаточно. На мой взгляд, это, конечно, такой вот достаточно жесткий компромисс. Тратить такой ресурс, как вот снижение ставки в условиях, когда, в общем-то, и без этого все нормально, на мой взгляд, неправильно. Потому что, когда, опять-таки, никто не знает точно, но когда очередной приезд придет, у ФРС оружие для снижения ставки не останется. Она израсходовала уже 3-4 выстрела в отсутствии настоящего полномасштабного приезда. И это тоже необычный кейс. ФРС больше 100 лет, до этого не было ни одного прецедента, чтобы президент вот так вот грубо оказывал давление на ФРС. Трамп в этом плане первый. И вот если бы если бы вот этого не было, если бы ставки стояли вот здесь и стояли, не было снижения, то я бы сказал, что наконец-то тренд 30-ти почти 40-летнего снижения ставок завершился, и возможно мы увидели какой-то развал. Но вот это поведение ФРС интриги нам добавило. Интриги нам добавило. И нельзя сказать, что будут на дальнем горизонте. Но на ближнем горизонте, скорее всего, движение в сторону снижения ставок с медленным темпом сохранится. Зачем-то нужно трампу догадаться легко. Совершенно легко. Те президенты, которые проходят выборную кампанию на растущей хотя бы небольшим этапом экономике и на низкой безработице, как правило, выборы что делают? Высокая вероятность вы едете. И наоборот, если по отчаянии до ноября перед самым голосованием случится масштабный спад и самое главное рост безработицы, тогда господин Трамп сборит все только вероятностью перед. Судя по всему, он это понимает. Времени остается не очень много на ноябре, 4 ноября, да? И, соответственно, его давление на флорес вырастает. Тем не менее, вот эта вот глобальная картинка, она очень хорошо иллюстрирует, что происходит со ставками на большом горизонте. И в большей или меньшей степени, понятно, что в каждой стране по-своему, но с учетом того, какой вес штаты занимают в мировой экономике, с учетом того, какой вес доллар занимает в мировой финансовой системе, прямо или косвенно вот эта вот тенденция проявляется, естественно, не стерильно, там у каждого еще есть своя интерьера, почти на всех странах и на нашей стране в том числе. Теперь двиняемся ближе к нам. Что мы видим? Мы видим инфляцию нашу российскую и процентную ставку. Вот, кстати говоря, помните, что это было? Крыл наш. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Соответственно, падение нефти, угроза санкций и наш родной центральный банк поднял ставку до 17%. Причем 90% людей критиковали ревирусу за то, что она высоко подняла. Я критиковал за то, что надо было больше. Почему? Дело в том, что явно вы поняли, на кого она смотрела, какой исторический пример ее вдохнули. По логике. Но рубль принципиально гораздо более склонна к инфляции к девальвации валюты, чем у долг. И для того, чтобы достигнуть тот эффект, который достиг Волкер, нужно было коэффициент бета, во сколько раз на ширину реагирует, где-то от двойки до тройки. Значит, надо было 20,5 умножить на циферку от двойки до тройки. Это дало бы примерно такой же эффект, который дало в штатах повышение. При этом кредитование встало хоть при 17, хоть при 40, хоть при 50 процентах примерно одинаково. То есть понятно, что банки кредитоват просто на некоторое время перестали с целью понять, что будет дальше. Все. И они одинаково перестали бы при 17, при 40, при 10. Ну, а мы бы получили как минимум более мягкую инфляцию, которая ударила по населению, меньше она была бы. Ну, и может быть, рубль чуть меньше бы провалился в результате. А кредитование встало вот так вот. Но, тем не менее, что сделано, то сделано. И тоже видно, что как вслед за падением инфляции наш ЦБ что делал? Потихоньку ставку опускал. Вот, если сравнить действия нашего родного Центробанка с решениями ФРС, ну, наверное, можно прийти к выводу, что, в общем-то, философия управления ставки нашего ЦБ совпадает с приютными парами. То есть, так же боролись с инфляцией, снижали. Вот. Так, а это у нас что? А, это вот тоже интересная штука. Это наши десятилетние госбумаи. Чем они любопытны? Дело в том, что, опять-таки, в России это работает не очень жестко, это лучше работает на западных рынках, но доходность десятилетних госбумаг это очень хороший индикатор ожидания инфляции. То есть, не та инфляция, которая сейчас есть, а что долговой рынок ждет, какого динамику ждет от нашей инфляции. Ну и пока, судя по всему, сколько там, 5,99, это я дамят несколько дней назад, посмотреть, сколько сейчас, но вообще говоря, пока ожидания какие? Достаточно такие. И тогда тенденция к понижению. Для рынка облигаций, все, что я перед этим рассказал, как вы думаете, чем важно? Сейчас мы чуть-чуть дальше дойдем до того, как вот до ценообразования и как связаны доходы с погашением с текущей ценой. Но, тем не менее, когда вот такое происходит, те облигации, которые ранее выпущены, проданы, с их ценой что делается, если ставка идет вниз. Абсолютно верно. И эта тенденция будет сохраняться как минимум сколько времени, сколько будут дрейфовать ставки в риск. Вот, очень важная концепция. Дело в том, что есть довольно важная концепция, которая называется концепция нейтральной ставки. Кстати, если только будете что-то умное об этом читать, сразу предупреждаю, что среди теоретиков высокого полета нет единого мнения. Среди них есть разные точки зрения на применимость этой концепции, на корректность ее и так далее. Но чисто формально, с точки зрения определений, реальная ставка, нейтральная ставка, это та ставка, которая не вызывает ни ускорения, ни сжатия процесса экономического роста и способствует стопроцентной загрузке производственных мощностей. Слабое место этой гипотезы, из-за которого, кстати, любви реставратор Миктон Фридман критиковал и считал эту концепцию не совсем правильной. Слабое место заключается в том, что теоретически рассчитать нейтральную ставку с высокой точностью невозможно. Что там очень дискуссионно, нужно знание многих переменных, которых на практике, вот, наблюдая за статистикой, просто так начали к новому. Но, что для нас интересно, вот Центральная банка в своих материалах отмечает, что для России, по мнению нашего ЦБ, нейтральная ставка около 3%. то есть, то есть, если бы ЦБ установил 3% ставку, еще раз повторяю, если бы, то тогда бы у нас инфляция стремилась к нулю. Поскольку у нас таргет по инфляции 4%, то 4 плюс 3, нейтральная ставка будет около 7. То, что сейчас она 6, о чем говорит? Ставка уже мягкая. Она уже ушла ниже нейтральная. Но на многие процессы в экономике влияет не только ставка, но и расходы бюджета, поскольку у нас степень государствления экономики грубо в районе 70%. Бюджетная политика по прошлому году сверхжёсткая. Ну, хотя бы потому, что у нас растет профицит. Профицит говорит о том, что мы не тратим то, что даже запланировали в бюджете. У нас нерасходов не имеет. И вспомните прошлый год. Повышение НДС, повышение интенсионного возраста и сверхжёсткая бюджетная политика. Поэтому сейчас наблюдается парадокс. Ставка ниже, нейтральная, мягкая, а инфляция всё равно целевого уровня не достигает. И вот это связано с тем, что это с очень жёсткой бюджетной политикой. Как только государство начнёт тратить, мы всё ждём и связываем определённые надежды с господином Мишустином, как только начнётся реализация у нас проектов, бюджетная политика смягчится и, возможно, ЦБ придётся ставку корректировать. Но пока, с учётом того, насколько отстаёт наша инфляция от таргета, скорее всего, ЦБ будет вынужден, скрипя сердце, но один, а может быть, даже два шага вниз сделать. Вот такая вещь. Причём, вот я акцентирую внимание, что это тот случай, когда проблема не в ЦБ. А тем не менее, вся критика и яростное обсуждение направлено в ЦБ. Такая вот концепция. Серьезно. Да. А можно ли из этого сделать вывод, что период снижения ставки в ближайшее время может закончиться, и следующие выпуски облигаций, в случае, если они будут происходить после того, как этот период закончится, они как раз будут падать в цене? Может быть, может быть, но оглядываясь на действия нашего ЦБ, он склонен действовать медленно и плавно. И я думаю, что даже если вот то, что вы сказали, произойдёт, это паузы между действиями ЦБ будут достаточно большими, и движения будут достаточно плавными. Ещё один достаточно интересный кейс из про, даже два из прошлого. Только давайте я, наверное, проскочу этот слайд, а потом к нему вернусь. Ага, вот. Теперь чуть-чуть о том, как ведёт себя ценообразование облигаций в самом простейшем случае. У нас есть номинал, наш один купон выплачивается в конце, для простаты. И вот в идеальных условиях, если у нас рынок идеально сбалансирован, то цена облигации, которую мы наблюдаем, это почти прямая линия. В старые добрые времена иногда она настолько слабо колебалась, что с учётом толщины линии на мониторе, ну, была почти прямая линейку прикладываешь, и не изменяешь. Но это бывает в идеальных условиях. То есть номинал, цена облигации хорошо известна в двух моментах времени. Вот здесь, да, и здесь номинал плюс купон и покажем. Такая кривая, вот чтобы совсем ровненькая была, не так часто встречается в жизни. Если бывают такие моменты, особенно это ярко проявлялось в период 2000, где-то 2000, 2008 годы до кризиса, на рынке было очень много денег, не хватало долговых инструментов, и цена как себя вела? Спрос выше предложения, она что делала? Выгибалась вверх, выпуклость. По отношению кривых облигаций есть понятие выпуклости. Но понятно, что вот это и вот это должно встретиться. Наоборот, наоборот, когда ударил кризис, все стали бояться, кривая выпуклость вниз, а по тем бумагам, по которым были опасения дефолтов, в конце 2008, в начале 2000-х годов, по многим такое было, цена уходила даже ниже номинала. Вот если она уходит ниже номинала, это о чем говорит? Что инвесторы что закладывают? Вероятность, что произойдет дефолт. Опять-таки, есть математика, которая даже позволяет грубо оценить, какую вероятность дефолта не закладывает. Естественно, чем ниже падение ниже номинала, тем вероятность дефолта меньше. А вот теперь вернемся к тому слайду, который я только что проскочил. Вот он. Это индекс рублевых корпоративных облигаций, московская биржа, с их сайта, собственно говоря, скриншот сделан. И вот я сам раньше не особо много внимания облигациям уделялся. Но вот когда вот это падение произошло, оно долго достаточно длилось. Один из моих хороших друзей, сейчас, кстати говоря, он живет в Лондоне, работает, любеется, обратил мое внимание на то, что по многим бумагам, по которым дефолт был маловероятен, дисконты достигали 30%, иногда чуть больше. Соответственно, если вы видите бумагу, по которой дефолт, в здравом уме трудно предположить, что он будет. и видеть такую вот просадку ниже номинара. Что с ней выгоднее сделать? Купить. Единственное, что очень важно соблюдать скоростность. Дело в том, что научно, с высокой точностью, по одной, не по корзине, а по одной бумаге, определить вероятность будущего дефолта, к сожалению, невозможно. Мы видим плотность вероятности, но, опять-таки, это плотность вероятности у нас было тысячи таких годов. А если она одна? Дефолт или будет, или не будет? И поэтому при формировании аппетационного портфеля очень важно не хранить стоять в одной корзине. У меня было, я сейчас наизусть даже не помню, наверное, десятка три раз. Единственное, которое я обжегся, это были аптеки 36, 6. чуть больше процента, и то, если бы я подождал, и они потом росли, но у меня терпения не хватило, чем в академии длину. И был достаточно хорошо вознагражден, поскольку достаточно быстро, месяцев 6-8, прошло восстановление и, соответственно, номинал, а потом чуть-чуть вышли накопленные фону доза. Это классическая иллюстрация, что бывает на рынке памяти. Ну, вот, 2014-начала 15-х годов, немножко поменьше паника была, в 2008-2009, но тоже присутствует. И, если такая ситуация складывается, сами видите, бывает не слишком часто, 10-летия почти, в самом деле, то, в принципе, одна из возможных стратегий заключается в том, что вы набираете бумаги, которые, по вашей оценке, дефол достаточно маловероятен, а дефол достаточно хороший. Только очень важно, если на практике будут реализовывать, это была все-таки не одна бумага, а хоть насколько-нибудь разумный портфель. Потому что просто статистически с одной бумагой запросто произойти. статистически на оценке каждого отдельного эмитента и выбирать и выбирать и выбирать Учитывая то, сколько у нас голубых фишек, то здесь, наверное, здравый смысл даст больше статистики. я не буду отвлекать внимания всех слушателей долга, но если взять ваш пример, то в 2008 году тем, кто знал, было очевидно, что аптеки 366 в виде не жилец, потому что их долгия тогда было больше десяти. Все верно, но я набирал портфель достаточно механически, поэтому они меня туда попали. Кстати, постфактум, что, кстати говоря, раздражение вызывало, что потом они все равно от своих пиковых значений отросли. Мне просто не хватило по-человечески терпения, когда все бумаги там показались очень хорошие и бодрые, почти синхронный рост, а одна вот несчастная там телепатится. У меня ее было очень мало, и поэтому я просто плюнул и избавился. Хватило бы терпения, и она бы вышла в плюждаль. Это уже чисто психологически. Мне не хватило терпения подождать столько, сколько надо. Из этого я тоже там определенные уроки вывезла. В такого рода вещах надо просто ее оставить и ничего не делать и ждать по характеру. Ну, это легко теперь говорить. Тогда это было не о чем. В 14-м году, в конец 14-15-х, было похожее явление, но я как человек его использовал слабее. Горазо слабее, чем я. Тем не менее, тем не менее, идея заслуживает того, чтобы ее заполнить и, по крайней мере, если эта ситуация повторится, по отношению к тем бумагам, где вы, с вашей точки зрения, считаете крайне маловероятным банкротство эмитентов, вполне можно ее использовать. еще один интересный момент. Опять-таки, я не зря соснулся вначале на две книги, одна по финансовой математике, а одна по облигации. Очень важное понятие доходность погашения. Обычно софт для работы с облигациями ее пересчитывает, а вам где графика выдают. Это доходность, которую вы получите, если в данный момент купили бумагу и будете держать до погашения. Вот тот график, где он показывал доходность российских десятилетних бумаг, была доходность погашения. Чем она интересна? Она интересна тем, что чем ниже цена, тем доходность погашения что? Выше. Выше. И наоборот. И вот так получилось, что я как человек прозевал кризис 1998 года, заработал первые себе волосы, что тогда для тех лет мне еще рано было, сейчас уже нормально. Но вот 2008 год, недаром говорят, что за одного битва двух не битов дают, вот я грамотно определил и для себя, и для компаний, где я тогда работал, причем философски я понял, что на подходе циклический кризис в октябре 2007 года. В октябре 2007 года я сам для себя понял, что где-то на близком подходе очередной кризис. Но конкретно сказать, даже в каком месяце я, естественно, тогда не буду. А недели за полторы до обвала рубля и 2008 года, вот тот же мой коллега, который обратил мое внимание на позже на поведение облигаций, он вечерком, причем часов 8 вечера набрал меня и напугал. Говорит, очень сильно растет спред доходности, то есть разница доходности между российскими десятилетними бумагами и такими же американскими десятилетними бумагами. Для многих стратегий, стратегий, связанных с облигациями, внимательно следят за разницей, причем в качестве такого вот опорного сигнала часто используют доходность по гашению именно американских бумаг, от них отчитывают. И есть даже СОС, который сам уже разницу выводит в виде графика. он говорит, что когда сильно растет доходность спред доходности? Я говорю, так, 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 и что? Он говорит, ну как что? Если у американцев примерно на месте кривая стоит, медленно идет, то с нашей ценой облигации что происходит? Падает, а доходность погашения растет. Я говорю, дальше можешь не продолжать. для того, чтобы упала цена госбумаг, там же объем торгов большой, что нужно сделать? На какие-то серьезные количества что сделать? Продать. Обычно люди, которые в состоянии продать госбумаг на такую сумму, чтобы рынок это почувствовал, чтобы цена хорошо реагировала, информированы лучше среднего человека или хуже? Несколько лучше, да? В общем, по метеору 98-й год то ночь я уже не спал. Я выпил тонны кофе, доснуть не мог, а с утра, это сейчас легко, есть валютная секция биржи и любой желающий визлицо даже имеет на нее доступ и так далее. 2008-м году-то этого не было, доступ-то только в 12-м году появился. И я весь следующий день бегал по разным брокерам и торговался. Сколько я заплачу премию к биржевой цене? Не скажу, у какого брокера сторговался за 17 копеек. То есть вот в биржевой цене я доплачиваю по спецзаговору 15 копеек и четырьмя траншами где-то часам в четырем дня я из всех своих российских продал все акции по рынку и четырьмя траншами купил доллар. Наизусть не помню из-за того, что четыре транша, но где-то 23.90 плюс-минус вот так получилось. А потом недели повторю всем друзьям, знакомых фейсбук тогда не было. Был бы в фейсбуке, я бы в фейсбуке написал тогда. Вот. Я всех пугал, говорю, ах, кто партизаном, да. Сильно растет спред доходности между российскими и американскими госбумагами. А друзья, которые знали, что со мной было в 98-м году, посмеиваются. Вот, ты в 98-м году обжегся, теперь всю жизнь будешь бояться и так далее. А если помните, вот непосредственно перед облавом жиры довольно сильно рост. Вот. А до мной даже подхихихивали немножко и так далее. Ну, дальше известно, чем все закончилось, да. Я буду долго смеяться над теми, кто не купил тогда по 23.90, поскольку если мы 23.90 и увидим, то не раньше донминации, да? Не раньше. Вот. Тем не менее, я зачем вам об этом рассказываю? Для того, чтобы вы поняли, что динамика доходности к погашению это само по себе очень интересный инструмент. Как вы думаете, что это отражает? Вот если она вдруг резко доходность к погашению уросла, что случилось? Цена упала, а инвесторы чего-то боятся. К сожалению, вот простой, вот такой, чтобы вот раз-два зависимостью между динамикой доходности к погашению и вероятность до слоу, они же там нетривиальная зависимость. Но по отношению к госбумагам есть очень простое правило. Именно госбумага. Вот кейс Греции. Вот как только доходность госбумаг уезжает за 7%, но имеется в виду, естественно, не наших, а те, которые в твердой валюте. Это актуально всего для еврозоны. Вот как только там для доходности десятилетних облигаций какой-то европейской страны улетает за 7%, это означает очень серьезная актуль партизан. Это означает, что вероятность дефолта вполне серьезная. Ну и Греция без лишней помощи не справилась. Вот такая вот вещь. Достаточно наглядное, причем очень информативное, резкое движение этого показателя. Вот шло, 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 шло одним образом, друг мах, что-то случилось. Вот это вот в 2008 году меня очень уничтожило. Вопрос. Если сейчас 6% у кого? Российские. К России это неприменимо. То, что я сказал, это применимо к твердой валюты. Хорошо. А для России какое покажение было? Вы знаете, наверное, очень грубо, сразу скажу, очень грубо и на вскидку. Ну, наверное, хорошо за 15-17. Это говорит о том, что реально мы далеки этот. Что рынок не верит в какие-то проблемы. Был всплеск, опять-таки, если вспомним яркие геополитические события 2014 года, там был всплеск. И этот всплеск отражал страхи. Вот вершина того всплеска, никто не знал, что будет, какая реакция западных партнеров. И вот вершина того всплеска, я просто наивлюсь не помню, а у меня здесь софта нет на этом ноутбуке. Вот это и есть грубый ориентир, начиная с которого можно бояться применительно к России. Но, по-моему, там как раз где-то в районе 14-15-17. Просто найдите график и вы посмотрите вот те вершины, они резкие были во взлета. Вот это и есть очень грубый ориентир. К сожалению, грубый, поскольку это зависит еще и от инфляции, которая тогда была одна, сейчас другая. Поэтому такой вот очень грубый. Ну, лучше нет. а вопрос, кстати, хороший, поскольку он на практике довольно интересный. Итак, самая простейшая стратегия, которую чаще всего предлагают, когда вам рассказывают про облигации, это стратегия купи-небиржа. Кстати говоря, ничего особенно плохого в ней нету. Иногда она очень даже хорошая результата дает. она простая, понятная, предсказуемая, вы видите доходность погашения, если вы додержите до конца, то вы ее, скорее всего, и погашите. Точно. Легко понимать, наглядно, но проще непредвижно. Какие подвощи? Причем один подвох мы даже с вами разобрали. Когда возникает на рынке паника, что с портфелем может произойти? Он может просесть. Чем больше паника, тем сильнее. Поэтому применительно в стратегии купил или же с санкциями, такая же ситуация, что бывают периоды, когда в силу определенных причин портфель проседает, а инвестор что начинает чувствовать? Можно вам вопросом? Прямо по бокалу. Вот я тоже брокер рассказала, он говорит, что надо так делиться специфицировать портфель, что акции, облигации, чем хорош, что когда акции падают, облигации типа растет доходность. Я не совсем понимаю, а вы говорите, что наоборот все падает. С чего? А с чего я и расти? Вот как-то значит, как-то совсем правильный информацию. Ну, может быть, что-нибудь как-то не так поняли, но в принципе вот эта просадка по облигациям как раз обвалом рынка совпадала. Вы говорили, когда акции падают, то доходность доходность а цена их словно падает. А, да, да. Вы не смотрите, я еще раз в материале. А, то есть если у тебя облигации есть, они растут, я поняла. Да. Не покупать надо, а держать. Их цена падает, а доходность растет. Доходность и... Я чувствую не до конца помню. Это меня беспокоит. Сейчас, секундочку. Вот. Вот цена. Вот что вы получите, если купите сейчас и додержите до погашения. Да? Вот это есть доходность погашения. При этом, чем цена ниже, тем доходность погашения что? Выше. Но вы-то уже купили облигации. И, соответственно, что с ней происходит? Она у вас падает, а вы при этом да-да, стучите, стучите в сердце. А что, ахунг партизан? Растет, да не то. Растет для тех, кто купит упавшие, а не для тех, кто уже купит. То есть вот один недостаток и еще одна засада, которая может очень сильно навредить инвестору облигации. Представьте, что вы сформировали портфель, все хорошо, да, и вдруг вам срочно понадобились деньги. А портфель, что у меня есть? Вам придется его ликвидировать с чем? С всю вытканта. Вот второй важный недостаток стратегии, связанной с купиной вершин. Поэтому, что из этого следует? Если вы чувствуете какую-то неопределенность, вам непонятно, ну, допустим, как сейчас, да, пока вроде бы ставки идут вниз, а черт знает, что будет дальше, да. Из этого следует очень простая вещь. Нужно брать облигации, у которых погашение, там, где цена известна, да, находятся где? Не безумно далеко. Чтобы в самом плохом варианте вы могли что сделать? Досидеть, погасить? Да, досидеть до погашения. И тогда нам не страшен серый вов. Дефолты по облигациям серьезных компаний, к счастью, получаются редко. Бывает, но это не каждую пятилетку происходит. А как недалеко вот от вас? А это вопрос творческий. недалеко это столько, сколько вы, как инвестор, можете потерпеть. Вот, возвращаясь в текущий момент, да, вот я давно, давно жду очередного циклического кризиса. Что легко облинувся назад и посмотрел, 86-87 годы, бабах, 97-98 мои бабах, 2008 между этими событиями 7-12 лет. Прибавляем к 2008 году, ну, где-то, но вот не очень далеко. Я, кстати, подозреваю, если транс на ФРС не давил, оно было и неизвестно. Но в любом случае, если тормозят экономики всех крупных стран, растут, но скорость роста падает и в Штатах, и в Китае, и в Евросоюзе, и у нас то же самое. Это бывает перед таким-то концом очередного цикла. Точно не скажет никто. Экономика не точная. Но, к сожалению, вне зависимости от мощи аналитики и так далее, есть политики, есть психологические, как это дурацкого коронавируса, чисто психологическое явление, а попробуй с ним что-то сделать. Ничего нельзя сделать. Среднему человеку то, что я вам сказал, он не поймет никогда в жизни. Что на самом деле опасность иллюзорная. Примерно в сто раз выше опасность, что вас машины задают. И никто не истерит нам по поводу машин, не требует их убрать и так далее. Просто психология. Вируса боятся, а машины не боятся. Хотя реально погибнуть под колесами вероятно слишком. Поэтому точно сказать нельзя. Но, на мой взгляд, тут есть еще одно интересное соображение. А, мы принесли, что-то совать нужно. Если вы посмотрите на рынок, то, как правило, рынки растут. Плавно, падают резко. Есть даже шутливое выражение «Быть медленно забирается по лестнице, медленно падает на закно». Из этого следует, что если вы хоть чуть-чуть поторопились, купили раньше времени, допустим, здесь, то вы можете, ваш профиль сильно опросят. Даже если вы заметно потормозили, вы купите не сильно дороже. Понимаете? То есть выгоднее ошибиться в ту сторону, а не в ту. Поэтому, исходя из этих соображений, ну, возьмите, сейчас мы чуть позже понять адюрацию рассмотрим, ну, где-нибудь там, ну, два, ну, три года. Поэтому, в крайнем случае, вы просто досидите до погашения, а потом будете смотреть, что будет дальше. Если тенденция к падению штаба сохранится, то, в числе прочего, ваши облигации в цене что сделают? Подорожают. Подорожают. И, может быть, вы подумаете, не заходите в них сидеть и спокойно продадите. Если по отчаянию ставки пойдут вверх, ваши облигации просягнуты. Но вы спокойно можете нам будет сидеть до погашения. Все. Вот такая логика. Ой. Вот, кстати, очень важное понятие. Математику я вас отсылаю к умной книжке, который я сослался. Есть понятие дюрация. Дюрация – это, соответственно, среднеизвешенный срок потока платежей. Поскольку у вас есть и купонные доходы, то это не просто когда вы погасите, а он чуть-чуть ближе сдвигается, потому что часть денег будет до погашения получена в виде купона. Вот среднеизвешенная цифра называется дюрация. Соответственно, если вы опасаетесь, что ставки могут повысить, то вам интересно короткая дюрация или длинная. Кто догадаетесь? Та выше. Короткая? Короткая. Конечно, короткая. Короткая. Быстрее выйдете и перезайдете по более привлекательной ставке. И наоборот, если вы боитесь, что ставки будут там снижать достаточно долго, то лучше, чтобы зафиксировать для себя ту ставку, которая есть, наоборот, дюрацию подлигается. Ловили? Вот такая вещь. Вот то, что я вам рассказал, да, это вот простейшая стратегия. Сейчас попытаюсь нарисовать на доске, потому что слайд у меня красивее сделать не получилось. Стратегия, чуть-чуть более сложную, на которую, на которой мой коллега при приемлеме доходности рынка в 6% заработал 17%. Сразу скажу, что большинство из вас реализовать будет непросто. Но на уровне понимания я думаю, вы поймете. Вот тот же график, что я и рисовал вам раньше. Упон. Вот идеальная ситуация. А вот ситуация года, допустим, 2004. Денег на рынке много, бумаг не так много, и кривая довольно сильно выпала. Большая часть прироста цены возникает когда? В начале. Это в первой-третьей пример. И причем, чем выше избыток денег новинки, тем более круто о нашем обзору. Соответственно, что он делал? Он искал бумаги, участвовал в размещении, покупал их здесь, здесь продавал и искал другие варианты. То есть, он не ждал вот этой точки, а где-нибудь там две трети доходности если получены в первую-три времени, продавал и стал следующий вариант. И вот на облигациях тогдашнего Газпрому, у которых там доходность была в тот стерил 6,2, 6,3, может, даже 6,5, не очень четко помню, 6 копейцев, короче говоря. И мы знаем до 18. Вот такими кусочками. Наоборот, если ситуация вот такая, то выигрышная стратегия ждать, 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 когда уже не так долго осталось до погашения, покупать надо. Покупать надо. То есть, вы поняли, как изгибание кривой, облигационной кривой влияет на стратегию того, кто хочет именно проспекулировать облигациями. Причем, в чем отличие от спекуляции акций? Если что-то пошло не так, а в жизни все бывает, вот как-то лет 10 назад было одно место, где много урокеров сидели, и кто-то такими большими буквами написал лозунг «Фондовый рынок-тиры мешкова гуманизма». Так вот, если вдруг что-то пошло не так, в облигации, в отличие от акций, что можно сделать? Сидеть до погашения. В этом философское отличие облигации от акций. Если срок этот не безумно далеко, вот допустим Россию 26, я бы, может быть, и подумал. От 26 года много воды течет. А вот где-нибудь года 2-3 уже не так страшно. 26 или 28? 28. А, или 28. Не суть. Суть в том, что философское, главное философское отличие облигации от акций в том, что если вы ими спекулируете, и вот эта точка в ее погашении небезумно далеко, вы можете просто дождаться повышения. Санкциями такой, собственно, не проходит, поскольку без погашения нет. Вот, наверное, что хотел рассказать. Соответственно, если вы ждете снижения ставки, выгодно, мы уже проговаривали, агерацию побольше, больше, дефиксироваться. Если опасаетесь повышения, философское достаточно короткое. У меня вопрос возник. А те бумаги, которые значительно выше номинала, все равно по номинале стоят? То есть, они, по идее, в конце, когда их будут покупать, они придут к 100%. Ну, плюс накопленный выход. По идее, да. Так когда начнет падать Россия 28? Не знаю. Я думаю, что сильно прояснится ситуация месяца через два. И тогда можно... Она на днях опустилась хорошо. Она на днях опустилась. Честно. Она с нас давно не смотрела. Там процент смотрел. Ну, вот, наверное, из той части, которую я хотел рассказать, в основном и рассказал, соответственно, можно задавать какие-то вопросы. И пишем. Перепарь. Я уже задал вопрос в самом начале. Много достаточно теорий. А вот все-таки что вы думаете по поводу эмитентов западных? Насколько вы как оцениваете их бумаги? Каких конкретно? Дело в том, что там же великое множество. Если предметно, то это, наверное, лучше к торсевым. А вы видите, там, те, которые на этом специализируют. с бытовой точки зрения вы бы формируют свой портфель на российских эмитентах, которые вам будут знакомы, или бы выбирали западные компании, или неизвестные западные компании? Смотрите, но я давно, поскольку я достаточно давно ожидаю циклического принюса, я хорошо знаю, что бывает с рублем, и так далее, то я, естественно, смотрю вот в отношении бумаг, который номинирован не в рублях. Но, поскольку я давно принимал решение, тогда были совсем другие ставки. Тогда была уникальная ситуация. Как рассчитывается стоимость любого кредита и философские поймете, как с доходностью облигаций связаны. Вот, если вы кого-то кредитуете, а облигация это же фактор фильтрования, то у вас есть стоимость денег, которая обычно близка в развитых странах к ключевой ставке. Вот у нас она отличается, и у нас она сейчас дешевле, чем к ключевой ставке. А куда-то как-то довольно близкая речь. Плюс премия за риск. У любого эмитента есть риск, что он, допустим, дефолт. Соответственно, риск премия покрывает риск. И бывают моменты, когда риск премии, когда вы берете корпоративную бумагу, достаточно значительный. Тогда имеет смысл взять корпоративную бумагу. А вот в тот момент, когда я лично достаточно давно, несколько лет назад, формировал свой портфель, премия, допустим, американских корпоративных бумаг американским госбумагам была не очень значительная. Поэтому я сейчас точно не помню, поскольку я не одну покупку делал, но у меня это получилось 2,6-2,7 годовое. Поэтому я теперь веселый, хороший мастер. в долларах через заплату пропера. Но тогда были другие ставки, тогда гораздо аппетитные ставки были. Причем, вот когда я сам для себя выбирал, меня что смущало, что одно дело госбумага и доходность меня устраивает. И она в моменте выше американской инфляции. Прекрасно. А корпоративная бумага даст чуть-чуть больше доходности взамен на что? На то, что я беру на себя корпоративный риск. А дальше вы сами для себя должны взвесить. Вы согласны этот риск на себя взять ради вот такого прироста доходности или нет? И это вопрос конкретного инвестора. Бывает, что это интересно, бывает неинтересно. Это уже каждый решает сам. Но в тот момент премия за риск была слишком мала. Не стоило чуть дороже брать корпоративную бумагу, когда можно вообще железобетонно, в танк, ну и все. Ну, чуть-чуть дешевле. Сейчас расклад немножко другой, сейчас сложнее. Поэтому сейчас нужно выбирать, смотреть. Плюс есть определенные интриги, связанные с движением ставок. То, что я вам показывал, да, базовый сценарий, что Трамп продавит еще движение ставки. Но я не зря вам рассказал про Пола Волкера, который фактически не допустил переизбрания Джимми Картера. Он взял и ставку поднял. Маловероятно, очень маловероятно. Но ни одной полосе включить нельзя. А вдруг ФРС Стампан вряд ли будет двигать, но можно же еще и покупки бумаг, что сделать, закрати. Экономичный эффект будет как-то поднял. Но не так демонстративно когда пустился. Поэтому, кто его знает, интервью не тревчанет. Ну и отдельная песня, что на мой взгляд еще интрига, воздействие коронавируса, не как болезнь, а как психологическое воздействие на рынок. Она тоже еще не отрекает. А какой ETF? К ETF на облигации не относится вообще? Нормально, но опять-таки ETF это инвестиционная упаковка. Там внутри может быть все что угодно. ETF-ов десятки тысяч. Поэтому вам нужно просто обсуждать с сейвс-менеджером тот ETF, который вас заинтересовал. Вы должны понять, что там внутри лежит. Если оно вам нравится, то берите там, пожалуйста. На облигациях вы уже поняли, какова роль дурации, когда выгодна коробка, когда длинная. Если хотите брать, знайте подвохи. Может проседать в портфеле, соответственно, имеет смысл брать такие, которые вы досидите до отношения. Что вы говорите по поводу аппликации, которые номинированы в долларах, но при этом имитированы развивающимися государствами в Мексике, Бразилии? Я очень осторожно опишусь, понимаете? Обычно вот такой инструмент развивающихся стран интересны тогда, когда мы находимся в начале цифра роста. Кризис прошел, пуля села, начало восстановление. И вот в этот момент, они, кстати, дешевые бывают в это время. Вот это очень интересно. Потому что, когда мировая экономика входит в цикл роста, обычно вот такого типа объекты растут быстрее. Есть понятие Б. Насколько колебания бумаги отличаются, допустим, от колебаний развитых рынков. Для России Б от двойки до тройки. Если Америка там растет на 10%, то мы вырастим на 20%. Но правда, если Америка падает на 10%, то и мы по нему больше. Так вот, из-за того, что бета такого типа объектов высокая, то, что вы сказали, это очень интересно в начале цикла роста. Но не тогда, как сейчас. Опять-таки, есть исключения, кто-то любит погорячее, но тут уж каждый выбирает. Скажите, а можно это же отнести к нашим облигательствам с высокодоходностью с низким рейтингом? Естественно. Все, что я говорю, абсолютно универсально. Это наши американские, европейские, китайские, без разницы. Все эти закономерности, они для всех облигаций. Просто естественно, что у нас колебания выше, чем у американцев, ну и акции тоже самое. То есть, как бы, вероятность дефолта повышается, если падает весь рынок? Естественно. Естественно. Ведь рынок не просто так падает, а падает от того, что у участников рынка растут опасения относительно возможного дефолта имитента. Не факт, что он произойдет, но некоторые просто со страха продают бумаги, цена уходит вниз, а доходность погашения вверх. К макроэкономичному вопросу хотел бы вернуться. Как вы считаете, в том случае, если цена на нефть уходит до, скажем, долларов за парок, в каком будет ориентированной политике по классу рубля? Ну, смотрите, раз уж мы не затронули, давайте в неофициальную часть. Первая картинка это скриншотик с Международного энергетического агентства, который иллюстрирует то, что у нас сохраняется избыток предложения нефти на рынке. Международное энергетическое агентство, но к нему надо относиться осторожно, оно чаще ошибается в сторону переоценки перспектив нефтяного рынка, чем в сторону недооценки. Ну, понятно, почему, ясно, кто его финансирует, да? В основном нефти производителя. Но, когда на эту картинку смотрел, не так давно случилось событие, которое позволяет предположить, что вот это вот 2 миллиона баррелей в сутки это недооценка величины избытка. Помните, была атака дронов в Садовской Райне? Никто не помнит, сколько миллионов баррелей потеряно было в добыче? Около 5, 5 с чем-то. Теперь, минуточку, внимание, пару цифр. 86 год, Сургольская Аравия выбросила на рынок дополнительные 3-3,5 миллиона баррелей в сутки добычи. Цена во сколько раз упала? 4. 4 раз. Конец 14, начало 15-х годов, так называемый сланцевой нефти, на рынок вышло 3-3,5 вот забавно те же 3-3,5 миллиона баррелей в сутки. И цена опять от пика до пика упала, а в те же 4 раза. Я не средний дрон, пик сверху, пик сверху. Когда это случилось? 5 миллионов баррелей в сутки. А это же суббота. я завел будильник и в ночь с воскресенья на понедельник встал и пил кофе и как снайпер добычу караул. Я был жутко разочарован. Движение цены было процентов 10, а через неделю зашло момент. Кто догадается почему? Реальный избыток предложения заметно больше, чем 2. раз вот такое огромное, причем единомоментное выбивание с рынка такого объема, это много, вызвало 10% колебания цены. Скорее цифра занижена, а реальный избыток предложений выше. Еще один график про нефть. Добыча нефти в США. Лежит на поверхности никто не удивляется. Меня удивляет то, что никто не удивляется. Какой год кто знает? 71 исторический максимум. это же не цена, это добыча. 73 получит побольше. И вот в 71 года до 2013 грубо 40 лет добыча в США устойчиво падала. Причем они вводили какие-то экологические ограничения и так далее. Бюрократические ограничения падало, падало, падало. Ни 73 год не вызвал просто добычи. Ни 2008 не вызвал роста добычи. Как вы думаете, вот то, что длится 40 лет, сколько раз президенты у них менялись, республиканцы, демократы, республиканцы, демократы, сколько раз менялись. А добыча нефти падало, 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 падало. Вот это снижение добычи. Как вы думаете, это серьезное явление или не очень серьезное. Есть какие-то очень веские причины, которые заставляют, вот так просто сколько было событий, а тенденция как шла, так ушла. И вдруг в 13-м году эта тенденция меняется на противоположную, да еще посмотрите, насколько мы высоким темпом. В три раза за, в общем-то, не такое большое время. На первое место в мире хорошенько вышли. Опять-таки, вот такие развороты просто так бывают, ни за что в жизни. Есть какая-то веская причина. На мой взгляд, одно из реалистичных объяснений этой веской причины в том, что до 13-го года нефть считалась стратегическим сырьем, они предпочитали не тратить свою, а покупать чужую, в 13-м году мнение что сделало, поменялось на противоположную. Потому что, ну не могу я вот иначе представить, почему 40 лет шли в одну сторону, что такое 40 лет, два поколения, да? А потом вдруг раз в другую, да еще и таким-то. Поэтому можно процитировать шейф Аямани, человек, который 24 года был министром Саудовской Аравии, он же ОПЕК создал, он сейчас под 90, вот он давно, причем 10-летие назад, сказал, красивую фразу, я люблю журналисты цитирую, каменный век закончился не потому, что у людей закончились камни, и нефтяной век закончится не потому, что у нас, он говорил, вот этот дикий разворот 40-летний тенденции, еще и гораздо вот таким темпом вверх, говорит о том, что возможно какого-то рода вот такого типа решения будет прибыль. Ну, естественно, расшифровку мы их узнаем только постфактум. график наглядный, в открытом доступе, предложите лучшее объяснение. с рублем, ну, я бы уточнил, что с рублем, а с рублем все просто, с рублем все просто, вот, официально треть доходов федерального бюджета от экспорта, поступления, из них процентов 80 углеводорода, соответственно, вслед за падением нефти, что рубль делает? Девальвирует. Какой диапазон другой? А это зависит, смотрите, я понимаю, что вы хотите от меня, но я понимаю, сейчас вы поймете, почему мне тяжело ответить. Если бы мне правительство сказало, каким темпом они будут покупать валюту в резервы, и что они будут делать с госрасходом, потому что это уравнение, где много неизвестно, помимо нефти и курса рубля туда входят госрасходы, и покупка или продажа в резервах. До сих пор, ну, в общем-то, ЦБ старался, если нефть падает, покупать чуть меньше, чтобы амортизировать скачки рубля и нервировать население. Будет ли он так делать в будущем? Я не знаю. Плюс абсолютные уровни. Вот если нефть, допустим, стабилизируется на более низких уровнях, он будет продолжать покупки или не будет? Без этих знаний, я могу назвать любую цифру, это будет одинаково плохо. Понимаете? Я думаю, что вот если просто инерционно все тенденции продолжить, знаете, есть такая линейная экстраполяция. Приложили линейку, графику, провели карандашиком и посмотрели, где пересекается с Камцомбургом. Ну вот если так в тупую делать, а все остальное заложить константами. Ну, где-нибудь в районе 70, может 71, может 69, вот так. Но поскольку я заранее знаю, что ЦБ будет менять свою политику, расходная часть бюджета, случись там сильные колебания, не будет пересматриваться, то большого смысла в этой цифре нет. То есть я могу условно, вот я вам озвучил, просто взять и линейный экстраполяр. Но большой прогностической ценностью вот такой вот примитивный подход мне обладает. Это очень грубый ориентир вот при условии, что все остальное постоянное. А мы видим, что оно точно постоянное. Поэтому, увы, не то сейчас время, чтобы четко прогнозировать. А то, что планирует Сбирбанк продать, я как понимаю, деньги в Ангане в Барюте, соответственно, в большом количестве вы узнаете вот тут есть два момента. Во-первых, уже ЦБ говорит, что он не собирается эти деньги в рынок пускать. Буквально сегодня речь об этом сказал. Раз. Во-вторых, не сказали официально, что в валюте, потому что в ФНБ рублей тоже много и в принципе хватит. Поэтому интрига. Но я вообще думаю, что вот эта идея с продажей, есть два разумных объяснения. Вот какой из них, кстати, уже скоро увидят, когда эта сделка пройдет. Первое объяснение, как ни странно, связано с санкционной политикой. У нас на ближнем горизонте два веселого санкционных события. Во-первых, Юкос очередной раз выиграл. Ну, понятно, что будут пересуживаться, еще года два это все займет. Но, тем не менее, ЦБ не хочет владеть никакими активами такого типа. Вторая гипотеза, в которую я верю меньше, но исключительно нельзя. Что это такое забуалированный способ послалить бюджетное правило с целью влить часть денег в экономию. Какая из этих гипотез правильная, мы поймем после того, как свершится, еще где-то квартальчик пройдет, и если у нас хорошенько пойдет оживиться инфляция, значит, это был вариант номер два. Если инфляция останется низкой, значит, был вариант номер один. К сожалению, только постпакту. Я могу на уровне сценарий проанализировать, но я не знаю, какое объяснение лучше подходит. А вообще, по смыслу, это перекладно денег из одного госгармана в другой ничуть не менее госгармана. А правда ли, что бюджетное правило нам нарезал валютный? Конечно нет. Абсолютная сказка. Это бюджетное правило высочайше одобряется нашим высшим руководством, и я даже легко могу сказать, почему. Вспомните историю. Вот когда у нас дорогой, хочется принять дорогую историку, горячо любимый Владимир Владимирович пришел к власти. Ну-ка, напомните. Какой это год? 99-й, да? Это последствия дефолта 98-го года. И того колоссального роста недовольства, которое в обществе произошло. А отчего случился дефолт 98-го года? Падение нефти. Так, ну, падение нефти это важный фактор, но непосредственно он дефолта не вызвал. Нефть в 2008 году упала сильнее. Дефицит бюджета. О, дефицит бюджета. И пирамида ГКО это технический провокатор. Ну, и саму пирамиду делали, затыкая дефицит бюджета. Истинная причина дефолта это дефицит бюджета. Дефицит бюджета звучит академично, а что означает на самом деле? Это то, насколько государство не в состоянии выполнить свои обязательства. Перед пенсионерами, бюджетниками, силовиками и так далее. И поэтому наш дорогой, горячо любимый Владимир Владимирович очень хорошо понимает, что такое дефицит бюджета. Что угодно, как угодно, какой угодно ценой. Но, или вообще без дефицита, ну, или в крайнем случае вот условно безопасный уровень дефицита, это 3%. Точка. И именно на это направлено бюджетное правило, соответственно, валютная политика. Вообще, наша валютная политика очень хорошо соответствует такому классическому экономике подходу, как монетаризм. Милтон Фридман нобелевскую премию за это получил, я не помню, в каком году. Впервые написал в 79-м, вот когда Нобелев куда-то надо посмотреть. И вот наш ЦБ вместе с Минфимовым пару жесточайшие принципы монетаризма реализуют. Почему? А потому что монетаризм это единственный подход, который гарантирует отсутствие бюджетного дефицита при любых скачках цены. И действительно, как только вот внедрили, вот 2008 год, посмотрите, нефть 147, нижняя сколько там? 38, по-моему, да? Или 27, прошу прощения, это другое было, 147, 27. Это же ужасное падение, да? А у нас все, в общем-то, прошло нормально. Конец 14, начало 15-х годов опять сильное падение и в общем-то обошлось без всякого особо большого дефицита. Поэтому, причем здесь это собственный интерес нашим карман предплаты. Что, что? Из кармана в карман зачем тогда деньги предплаты? Это о чем? Не знали. Это спрашивали того, кто это сделал, утверждал. Чтобы освободить деньги, которые... Как освободить? В чем это важно? О том, чтобы в этих рынок речь не идет. Одна госструктура и другая госструктура. Оба этих, и ЦБ, и ФНБ, это в достаточной степени государственные организации. Не ко мне вопрос. Поэтому, что все-таки одна госструктура относится к тем ребятам, а это... Это глупость. Обе госструктура... Это... Это... Ну, как... Какие те ребята, если главу ЦБ назначает Владимир Владимирович? О чем вы? О чем вы? Кто на Беллину назначает? А кто вы подчиняете Синкробану? Теоретически он независимый, но его главу назначает президент России. А кто там акционер? Не ко мне вопрос. Может, есть? Слеща вопроса. Понятно. Не Владимир Владимирович. А вот... Только Владимир Владимирович дает команду, что ему делать. Попробуйте институционно ваше мнение и... Ну, пока вы не двиг судите ваше мнение. Чуть-чуть конкретизируете вопрос. Наши, да? Путин. Не, не, не. Аблигарский, американский. Посмотрите, у вас есть мнение про циклы, да? И просто наступает новый цикл, а через день там... Ну, скажем так, есть веские аргументы в пользу. На 10-10 лет циклы и вот про аблигации на эти циклы, которые вы уже сказали, а первое, просто про институционные аблигации на таких циклов и вообще ваше... Вы знаете, вот тот случай, когда я вынужден ответить, не знаю. Сейчас поймете, почему. Дело в том, что одна из больших проблем, которые на теоретическом уровне до конца неосознанно идут дискуссии, самые разные, заключается в том, что во всех развитых странах, и в Штатах в том числе, наблюдается парадокс очень низкой инфляции. То есть теоретически, ну вот, с учетом того, как раствор денежная масса, инфляция теоретически должна быть лучше, она низкая. И вот бьются экономисты, ведущие, и не могут предложить адекватные теории, которые бы ответили на вопрос, почему насильное вливание денег во всех крупных экономиках, да, евро-зона, США, китайцы, мы, кстати говоря, там, чуть позже покажу М2 график, мы же тоже в свою экономику довольно прилично денег вливаем. А инфляция все равно низкая. Вот есть такая, ну, я считаю ее маргинальной, но об этом говорят, так называемая новая монетарная теория. Вот, и сам факт появления вот таких теорий говорит о том, что удовлетворительного классического объяснения, почему при таких вливаниях денег в мировую экономику инфляции очень низкая, нет. Вот не могут экономисты-теоретики, любые лучшие в мире, объяснить, почему, несмотря на то, что все страны деньги льют, 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 чисто теоретически, если денег больше, а товарная масса сопоставимая, цены должны что делать? Расти. А инфляция все равно гораздо ниже, чем теоретически должна быть. Нет ответа на этот вопрос. Какая это? Она все равно выше, чем в будущем стране? Все относительно. Опять-таки, когда я говорю про инфляцию, я говорю не про реальную инфляцию, которая выше, а по официальному? Это дело, да, профессиально говорим официально, она в инфляциях была не пошита, не с премьем. Ну, вот, все равно, вот, исходя из классической теории, инфляция должна быть заметно выше тех цифр, которые наблюдаются. И ни одна экономическая теория пока это объяснить не может. Если это произойдет, что? Своенливая ориенчация, то, как обычно своевелый ориенчат, то, ну, вот пока уже более десятилетия это же не происходит. это большой срок. Я говорю, это вызов, ну, бывает такое, что возникла проблема, которую наука объяснить не может. Проблема есть, она описана, понятна, есть статистика. Хорошая теория, не знаю. Инструмент есть, но моих знаний, для того, чтобы ответить на ваш вопрос, вот, чего ждать от бумаг такого типа, я честно говорю, не знаю. А мое знание основывает на том, что классическая денежная теория, количественная теория денег, противоречит тому, что наблюдается на практике. А другой теории пока не придумают. Поэтому знак вопроса. Это не говорит, что они плохие, там, и так далее. Просто моих, вот, научных знаний ответить на ваш вопрос недостаточно. Я выходил из фундаментальной науки, меня четко приучили. Если не знаешь, говори честно, не знаю. Изобретете, получите, как минимум, Нобелевскую премию очень интересные карьерные предложения. Причем я не иронизирую, действительно будут интересные предложения. Сергей Александрович, как бытовой вопрос, еще раз скажите, а вот вы сейчас в Кимон-Тану-Марнии сформировали свой партир каким образом? Ох, 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 ох. Вот, легко и просто ответить не получится. Потому что я сам формировал, когда доходность по бумагам была чуть-чуть выше тогдашней ненфляции. А вот в настоящее время представьте, что вы сейчас запонимали решение? Ну, наверное, наверное, я перестраховщик, чего не скрываю, да. Наверное, я выбрал все равно американские госбумаги, только посмотрел на не слишком далекую дюрацию. Года два, максимум три. Полностью вы бы исключили совсем акции как инструмент из портрета? Я лично как человек, да. Но, опять-таки, на чем основано-то? Вы уже поняли, что я на рынке давно. Вот, в 98 году я заработал первые себе волосы, у меня был большой портрет. Рынок тогда падал в 15 раз. И лет 5 я сидел в убытках, но упало настолько, что что-то продавать было просто уже жалко. Я сам себе придумал самодельную молитву в буддийском стиле. Рынок 300 лет растет, и так далее. К счастью, я дождался рост, продал, но у меня много друзей и знакомых, кто не выдержал. Вы понимаете, вот ваш актив упал в 15 раз. Это психологически, но очень тяжело. Причем, чем значительнее для вас сумма, тем тяжелее это все переживается. Я опять-таки человеку не дамо узнать будущее. Да, рынок 300 лет растет, но это не гарантия, что конкретно ваши бумаги вырастут. Поэтому я считаю, что если вы интересуетесь масштабом типа экономического цикла 7-12 лет, то что с этой точки зрения, которая совпадает с моим собственным, я вижу картинку так. Понятно, что люди, которые краткосрочно смотрят, за это время увидят множество других картинок. На каждом масштабе рынок выглядит совершенно по-разному. Но вы спросили про меня, я вам ответил про себя. Вот я для себя четко сделал выбор, что лучше я перестрахуюсь, чем я переживу динус 8-й год еще раз. Еще же понимаете, одно дело это переживать в том возрасте, который у меня тогда был, другое дело в моем современном я уже не особо могу. Кроме того, есть еще одна зависимость, которая тоже считается экономической. Чем больше вам лет, тем выше у вас должна быть доля облигаций в портфеле. в идеале, ну классика, да, мне 51-й год, вот, соответственно, в идеале к тому времени, когда вы хотите выйти на пенсию, не на официальную, ну сами для себя наметили, вот к этому времени в идеале у вас должны быть одни облигации, может быть, объекты недвижимости, может быть, с очень сильными оговорками, какие-то структурные продукты, со стопроцентной защитой капитала, с очень внимательным разбором, вот классика, причем этой классики больше стали. Сергей Александрович, скажите, пожалуйста, вы сказали, что он может покупать облигации на растущем рынке, то есть пока он сейчас падает, можно там смотреть, что в итоге еще седьмой поддержит. Ну, если у вас дурация короткая, ну и что? Досидите до погашения. Главное, не беритесь, если боитесь, не берите сильно длинную вирусию. Если бы я точный ответ на ваш вопрос дал, я бы сразу же известил Нобелевский коммунитет. Меня бы пригласили в Горгман-Сакс, я даже знаю, какой бы у меня был служебный транспорт, прориерный вертолет как у президента США. А я бы был ценнее президента США точно, потому что, к сожалению, несмотря на вы улыбаетесь, но тем не менее, чаще всего понимание того, что вы просили, проходит постфантун. То есть рынок падает, начинает восстанавливаться, сколько-то проходит, и где-то через какое-то время до нас доходит, что о, рис уже закончился. Это в сказке только можно вот здесь или случайно, изредка бывает. Вот здесь или на самой вершине это бывает только случайно. Потому что, к сожалению, чтобы понять, что это был низ экстремум, цена должна от экстремума отойти. Это непобедимый. К сожалению, поврежденность будет всегда. На практике, вот если вы целитесь в большой тренд, половина цикла, если вы там пол, треть даже тренда заработали, это нормальный результат. Не переживайте. Но еще раз повторюсь, что асимметрия будет медленно забирается по лесенке и падает из окна. Если вы целитесь на акции, то лучше после, ну, то есть, не ждете кризиса, да, подтормозить, вы чуть дороже купите. Чем не дай бог купить раньше вредными, а оно потом еще сильно просяет. Цена ошибки разные. Вот даже приличная ошибка туда гораздо дешевле обходится, чем небольшая ошибка поторопиться. А как вот облигации выбрать, например, керсон американский? Коробки, например. Очень просто. Мне было проще, а просто выбрал государственное. Все, не заморачиваться. Тогда доходность была хорошая. Сейчас вы для себя решите, устраивает вас то, что есть? Не устраивает. Готовы ли вы, скажем так, рискнуть деньгами и поручить больше, но принять риски дефолт-эмикенг? И капол-эмикенг? Дальше смотрите на бумаги и выбираете сердце. А выше какого процента вы считаете сейчас по американским бумагам опасная граница? Вот тут надо глубоко вникать в долг и беда, ПЕ и много, много, много чего еще. Запишите название умной книжки. Елена Черкова. Она маленькая, кстати, за одни выходные читается. Это «Как оценить бизнес по аналогии». Это описание метода мультипликата. Как оценить бизнес по аналогии. Доцеленшая высшая школа экономики хорошая книжка. По аналогии. Причем забавно, книга от нуля вполне до крупного. Но это вот то, что я в двух словах не расскажу. И вечера не хватит, чтобы я это рассказал. не гонитесь за слишком высокой доходностью. Ведь, понимаете, если идея с циклом оправляется, она, я думаю, с вероятностью 80-90% оправляется, то какая разница, вы это падение переживете с доходностью 1,7 годовых или 2,7 годовых. Ну, посмотрите, американский рынок в 2008 году падал грубо в два раза. Чуть меньше, чем в два раза. На этом фоне, вот если вы там этот год или два просидите, 1,7 или 2,7, это очень существенно. Вообще-то ремень. Ну, короче, просто положить деньги, чтобы они не жали в дом. Да, да, и да. По крайней мере, я сам, как человек, думаю примерно так. Ну, опять-таки, как? А золото? Как к вопросу? Ну, золото. Ну, вот он. График, который должен излечить от лишней любви к золоту. Википедии есть? Смотрите, где купил. Википедии его и взял. Оцените год, да? 1800. Прямая линия это что? Прямая линия это что? Что это? Золотой стандарт. Абсолютно верно. Ведь в большинстве стран долгие там десятилетия был золотой стандарт. Вот девальвация на Великой Депрессии, девальвация доллара вуза сделала. А вот что случилось в 2021 году? Золотой стандарт что сделали? Отменили. Кстати, забавно, кинетика роста золота, когда отменили золотой стандарт, один в один совпало с кинетикой роста биткоина, когда вот ажиотаж вокруг него был. Из этого что следует? Что и движение биткоина, и движение золота в момент отмена золотого стандарта чем определялось? Пих психологии. Это чистая психология. Абсолютно разные активы, а жадность и страх одинаковая. Поэтому забавно и динамика, и величина взлета почти точно один в один. Когда ажиотаж биткоином был, графики и веселиться. А потом что? Пыль начала оседать и с 82-го года по началу 2000-х золото что сделало? Ну, грубо в два раза упало, но лукавство в чем? Это номинальные доллары, а там была приличная инфляция по доллару. С учетом инфляции раза в четыре. Ну и представьте, что в 82-м году купили золото, но 18 лет падали в кинетик. И за эти 18 лет упало в четыре раза. Что вы при этом чувствовать будете? Распользуется. Нормально, да? А потом как относится воздействие недвижимости, если я буду предположить... Легче легкого. Легче легкого. За все вопросы. Показываю мультфильм. Мультфильм называется «Нефть и российская недвижимость». Что-нибудь замечаете? У тебя не умеют гифки делать, умел бы я взял, чтобы он сам умигал, а так я пальцем... Коэффициент корреляции сколько на глаз? Единица? Нет, ну я думаю, 0,8 копеек. Вот так. Куда пошла значительная часть нефтяных денег? Недвижность. Ну, кстати говоря, сайт, который я взял называется «ИРНРУ». Можете сами зайти и смотреть, там можно поиграться, рубль, доллар, евро переключать. Только самые дальние данные, самые древние в долларах, потому что евро там еще нет. Вот эта вот фигура, которая здесь нарисовалась, ничего не напоминает? Да. Абсолютно верно. Вот я сам ее вот, ну, эту фигуру увидел, когда цена была где-то здесь. Мне это показалось удивительным. Я эту фигуру, картиночку взял и пошел на конференцию по рынку недвижимости. Там были девелоперы, банкиры, которые кредитуют, журналисты, которые их пишут, там человек 100 было. Гостиный двор, причем в окошко кредит чуть-чуть видно было. Пампостное место, все. Вышел на трибуну, дали мне пять минут. Я говорю, так, дисклаймер. Я не специалист по рынку недвижимости. Но если бы это была акция, биржевым индексом, фьючерсом, я так вот, здесь рисовать нельзя. Я такую красную линию шеи нарисовал и говорил, обращаясь к ЗАО, как вы думаете, вот обычно, когда срабатывает фигура, ну, раз в новосходящем тренде, то цена падает туда, откуда рост начинался. Вот это считать началом роста или вот это. ЗАО взревел просто. Один здоровый мужик на меня с кулаками прошел. Я его даже успокаивал, я не настаиваю, не настаиваю. Потом выяснилось, что он был из 155. Вот. Ну, и, в общем, там просто вот буря, что случилось, даже перерыв сделали, там, кофе пьем, обсуждаем. Ну, а в любой конференции что интересное самое? Вопрос и фуршет в конце. И вот, когда уже народ хорошо коньяком нафуршетился, народ сказал, что вот это вот во многие бизнес-планы заложены как реалистичный уровень снижения, а все, что выше, это типа премия к рынку. А вот это скорее, если все будет, вот знаете, все отрицательные факторы произошли одновременно, Вот это хуже не бывает. То есть в это не сильно верят, через теоретический смотр, а это вот как раз смотрят. Дело в том, что в России даже до сих пор рынок недвижимости довольно сильно переоценен. Вот есть простая эмпирическая формула, которая во многих европейских странах работает. И во всех молодых. Семья из двух человек, без детей, предельная экономия на жребе и воде должна заработать на минимальную квартирку за два года. Сколько лет средняя семья москвичей должна работать? Как ехидно, кто-то пошутил, столько не живут, да? Это сильный признак, что у нас переоценена. Вот у нас сейчас стоимость квадрата в Москве ну примерно как во Франкфурте-Намаре. Но средний москвич не зарабатывает, сколько зарабатывает средний житель в Франкфурте-Намаре. Меньше зарабатывает. Это признак, что недвижимость переоценена. И это относится почти ко всем крупным российским городам. Больше или нет же степени к Питеру, к Екатеринбургу, к Новосибирску. Я, к сожалению, потерял. Мне давали такой график по Екатеринбургу и по Санкт-Петербургу. Вот я куда-то их потерял. Сейчас вы считаете, какая сейчас фигура образуется? Сейчас не знаю. Мы пробили, она там колебается. Мне кажется, что нельзя сравнивать все-таки очень распределенные Рены Германии, где Франкфурта-Намаре один из городов и центрированные Рены России. Да и нет. Я и согласен, и не согласен одновременно. У меня много друзей живут в Германии, в Австрии, Германа Фил. И, вы знаете, там такая же ситуация. Там есть Мюнхен, Гамбург, Франкфурт, в меньшей степени Берлину, зато, или дешевле. Большой, но дешевле. А есть туча маленьких городишек, причем в Восточной Германии, где-нибудь там под Лейпцигом вы найдете по таким смешным ценам недвижимость. Потому что там сработает плохо. Я знаком с этой ситуацией. И в западных землях квартиры стоят гораздо дороже. Да, мало того, там даже на автобане стоят дороже. Это там, откуда удобнее на работу. Я знаю эти фишки. У меня просто несколько друзей занимают недвижимостью Германии, поэтому я знаю, что они еще очень много. Единственное, что по одной филеральной грехе с ней все хорошо. Но суть в том, что относительно российского уровня жизни у нас недвижимость переоценена. Стратегически я не могу ничего сказать по времени, потому что рынок недвижимости он инеррационный раз. И, во-вторых, в крупных городских центрах он помягче выразится, очень часто довела переинтегрирован с местными властями. Поэтому там все очень медленно происходит. Но тем не менее в 98-м году он упал в два раза в долларах, в рублях. Ну и даже если на 2008-й год облинулся, то уже в общем-то неслабое поздравление. А это относится к церкви и коммерческой? Это жилая, причем усредненная по такому вот... А коммерческая так ведет? Это очень... Там каждый объект своя история, там нельзя так интегрировать. Не знаю. Разные классы коммерческие ведут себя по-разному. Это очень тонкая штука. И я боюсь, что невозможно одной кривой описать. Это будет нерешабельная задача. И так вот сейчас инвестиционные квартиры есть. Считаете, сейчас хороший момент чтобы продать, да, наверное? Хороший момент был в 2008-м году. Тогда не было. У меня друг в 2008-м году продал и теперь живет во Франкфуртиномании. Причем он продал две в Москве и купил два дома в пригороде Франкфурта. В одном живет сам, а другой сдает. У него все хорошо. Радостно. Хорошо. Так, еще интересное. Ага, вот. Вот, кстати, когда у меня про инфляцию спрашивают, да, про инфляционные бумаги, вот, это правда по нашему рынку, но принцип в Штатах похожий. Это график М2. Ну, под все подвижные деньги по коммунике. Смотрите, вот начиная с конца кризиса 2008-го года у нас выросла 10, 20, 30, 40, ну, в 4,5 раза денежная масса в России, да? У нас экономика выросла в 4,5 раза на это время. Нет. А денежная масса выросла. Это вот тоже иллюстрация того, что, ну, вот, нетривиальная связь, нетривиальная связь между денежной массой и инфляционными показателями. И это сейчас вот среди, ну, проблем теоретических, которые беспокоят серьезных ученых, это, наверное, номер один проблем. Ну, у нас же очень серьезно выросли депозиты и остатки в корпоративном секторе. Ну, все верно. Дело в том, что это все огромный рост, и причем почти линейный. И в то же время вот не реагируют наши цены так, как вот теоретически можно ожидать. Это научная загадка. Я думаю, что найдется объяснение, но вот еще не пришло время. Это одна из задач, за которую точно дадут на удалевку и тот, кто сможет адекватно решить, поручит море интересных наших карьерных предложений. Ну, пока вот. Ульяр. Я прошу прощения, что все снова голодом. и вот про рынки и про ваши личные предпочтения. Правильно ли я понимаю, скажите, если ошибаюсь, что вы считаете, что все-таки более правильная стратегия это безопасное сбережение, это вывлекшие западные рынки и инструменты долговые, то есть, возможно, какие-то корпоративные бумаги, а естественные, это вот такой вот бажинальный стекулятор, стекулятор, 10% портфеля там, да, в этой презентации эта картинка другая осталась, но я глубоко убежден. Вот я помню, 86-й год, когда я не понимал, что происходит, я видел, что делается хуже, а понимать, много этого я не знаю. 98-й год, по мне, проехался очень болезненно, 2008-й. Ну, легко заметить, что где-то недалеко. Моя жизненная цель взять кусочек вот этого движения, причем желательно в той фазе, где мне менее страшно. Если мы подходим куда-то сюда, я не знаю, мы здесь, или здесь, или здесь, но в любом случае потенциал Альбер, он может быть сильным, но у меня уверенности нет, что это долго продлится, что я успею. Вот вы уже поняли, что я перестраховщик, меня краткосрочная спекуляция не интересует. Я закончился с краткосрочными спекуляциями в 2008-м году и тут вроде ничего закончили. Вот тогда я немножко спекулировал. Сейчас я превратился почти в инвестор. И моя цель вот кусок вот этого движения. Я сейчас такого потенциала, который мне нужен, вверх, с учетом всех факторов, не вижу. А потенциал вниз вижу. Зачем мне рисковать? Уйти в актив с низкой инфляцией и какой-то там доходностью. Да и черт с ним даже нынешние там одни си. И бог с ним. Если будет двукратное падение рынка, то какой черт разницы? На этом фоне 1,7 или 2,7 неважно. Моя задача дождаться, подождать немножко, когда вы осяли. Тем более, я вам уже подробно разъяснил, что если вы переждали, вы чуть-чуть потеряете. Если вы забежали вперед, вы приличный можете. А потом уже смотреть, что будет. Смотреть, что сильнее упало, стол, кончу, расстановка, не обязательно всю капушку, а потихоньку собирать портфель и ждать следующего захода. Все. У американцев даже есть поговорка, что средний американец за свою трудовую жизнь переживает один кризис и три депрессии. Вот я уже три вида. Мне четвертую, посмотрите, можно на пенсию. И вот опыт 98-го года показывает, что торопиться не надо. Что в этих делах торопиться не надо. Правильно ли рассчитывать доходность в портфеле в долларах или так честнее? Смотрите, это зависит от цели. Если вы какую-то короткую стратегию реализуете, можно и в рубляшку. Если за время вашей стратегии инфляция по рублю остается умеряной. Тем более, она сейчас исторически ученица. Поэтому для каких-то спекулятивных, краткосрочных стратегий вполне имеет право на жилье в рамках. Я так хорошо отношусь к американскому рынку, но вы не думаете, что это против российского рынка. Есть множество стратегий, где это оправдано. Но если как только ваш временной горизонт хорошо за 2-3-5 лет вылезает, считать в рублях почти бессмысленный. Черт кого знает. Но сейчас вроде бы ничего. Но я помню и 98-й год, и 2008-й год, и конец 14-го с начала 15-го и так далее. Поэтому я для себя в моем масштабе считаю в доллар. При желании можно в евро. Там и там оценивать. оказывается, по поводу евро как вы относитесь? с какой точки зрения? например, у меня часть долларов, так, часть евро. Я сейчас тоже задумываюсь. Евро, я не знаю, куда его властью, а приставить. Старки по евро хуже, чем по доллару. Просто у вас в Европе интересы какие-то есть? Ну, я на выезжаю просто так, по-проекте. То есть, это только в отпуск. Приобретать ничего не собираете? Тогда я не знаю, зачем вы евро решили скатывать. На мой взгляд, евро имеет смысл собирать, только если у вас есть какие-то интересы в Европе. В остальном же, во-первых, доходности по евро гораздо хуже. И ставка ЕЦБ, в отличие от СРС, вообще ноль давно, а в некоторых странах есть даже отрицательные. Во-вторых, если хочется глубоко пункт про евро, советую умную книжку. Но сразу пугаю, читаться будет туго. Если предыдущие книги про изоляцию читаются легко, и они маленькие, то это для настоящих грызунов. 400 страниц, автор немец. Я переводу советую. Все, что немцы написали, оно тугой читается. Я «Капитал» Марса конспектировал в свое время. Зубодробительная книга. Автора зовут Тило Сарацин. Тило Сарацин. Кстати, высокопоставленный сотрудник Бундесбанка, немецкий политик. Он две книги написал, за одну книгу его выднали из партии. Шутборти Германия. Тоже, кстати, интересная книга. А вот книга про евро называется в русском переводе «Европе не нужен евро». Где он с немецкой педантичностью рассказывает о том, какие проблемы у евро существуют. На пальцах. Вот за всю историю человечества евро это первый эксперимент, когда у многих самостоятельных разных стран общая валют. Главили? Наоборот, сколько угодно. Чтобы в одной стране входили разные валюты сколько угодно. Даже в СССР я помню, были эти, как его, рубли, были чеки внешне экономбанка, у меня отец служил в Германии, ему какой-то кусочек маленький зарплаты и не давали. И были у моряков боны, которые отличались от чеков внешне экономбанка. Один из дальних родственников был моряк, вот у него там немножко текло. То есть в одной стране много валют легко, а вот чтобы в разных странах одна, евро первый эксперимент человечества. Дай Бог, что все получилось хорошо, но пока хорошо не получается, потому что валюта общая, а Минфина и налоговой службы общей нет. И поэтому богатые страны Северной Европы зарабатывают больше, чем тратят, у них все в профиците, да, бедные страны Южной Европы зарабатывают меньше, чем тратят, у них все растет отрицательный сайт. И механизма, который бы это регулировал, нормального пока не придумали. И вот пока его не придумают, у Евро сохранятся специфические риски. Дай Бог, чтобы все было хорошо, вот я хорошо отношусь к Европе, но пока я не вижу решения. Поняли, в чем проблема, да? Поэтому вот если у вас нет интересов в Европе, то скапливать евро там много больше, чем вы собираетесь там прадить, ну, наверное, снационируют. Как бы ни была маленькая доходность по американским госбумагам, но все равно больше 0. Так, ну, потихоньку приближаемся к финалу, у меня просто строго все время затягиваем, сказали, что охрана надзем вопрак. Что, швейцарских франках? А что там с доходностью? Дело в том, что экономически Швейцария де-факто находится в сильной связи с Европой, а ликвидность большинства инструментов франков очень низкая, поэтому я всерьез даже не рассматриваю. А Великобритания сейчас пошла? О, там интриги хватит на всю катушку. Дело в том, что тот, кто затевал Brexit, ну, я понимаю, зачем он это затевал, но тем не менее у Великобритании был серьезный отрицатель торговый баланс. Одна из причин, почему фунт хорошенько револютировался, это перебалансировка торгового баланса. Поэтому я даже не знаю, пока не отрегулированная отношение Британии с Евросоюзом, а там шоу только начинается. Я бы десять раз подумал. У меня у самого активов в фунтах нет. Я посмотрю, мне любопытно, у меня есть знакомые, которые там живут, ну, вот, то, что видит человек вот оттуда, в банке чуть ниже среди в дружности работают, там все пока не не кажется. И главная интрига, как они договорятся с Евросоюзом. Там есть переходный период, а дальше, если они договорятся, будет хороший барьеры в виде пошлин, ограничений. И черт его знает, как это все возводится. Я очень боюсь, что все затянется, и вот если торговые барьеры будут существенные, может хорошенько просесть экономики в Британии. Я не исключаю, что британцы упакаются относительно в процентах 80, что больше граждан, кто проиграет больше, чем выиграет. Интересно, что вы думаете по поводу такой стратегии работы в постель, при которой основная часть публикации, там в полные выплаты вступаются в акции? Это классическая идея, когда вы реализуете так называемую стратегию защиты капитала. Класс. Другой вопрос, что мне кажется, что даже такую стратегию нужно стараться привязывать к... Я уже сто раз на это ссылаюсь, но вы помните, что вот когда экономика после кризиса пойдет в рост, вот тогда и эта стратегия тоже даст лучший результат. Когда сейчас вниз больше, чем вверх, они лучше просто подождать. И нервы будут все так. Если представить, что там скоро как вы видите этот новый подъемный цикл, и, например, вот я не успею поймать момент, когда доллар уже взлетел, точнее, выбор и пау, и уже... Вы момент наверняка не успеете, и я не успею. Вот тогда вопрос, ваша рекомендация, вот если уже вот этот разрыв сильно идет, в этот момент стоит все-таки нации покупать дорогой доллар? Или, как вы предложили, подождать, когда рублевые придают в воду, вложить в них и там через... Смотрите, опять-таки, однозначного, точного ответа не даст никто. Вот обычно за любым движением резким, сильным в одну сторону бывает откат. Но это игра нервов. Он то ли будет, то ли не будет, вроде пошел, это уже все и это еще не все. То есть никогда заранее нет. Но вот мой личный подход, особенно после 2008 года, что я лучше выйду заранее и пережду в безопасном активе. Точно. Я успел. Ну, я успел. У меня другая... У меня... Понимаете, у каждого человека свой недостаток. Я свой недостаток знаю. Я перестраховщик. Я по жизни перестраховщик. Понимаете? А после 1998 года так в квадрате. Поэтому у меня недостаток, я немножко раньше выпрыгиваю. Я не досиживаю до конца роста. Но цена ошибки не досидеть до конца роста меньше, чем цена ошибки поторопиться. А дальше это уже ваш выбор. Вам решать. Дело в том, что даже по постановке вопроса вы пытаетесь на меня переложить психологическое время принятие решения. Это неправильно. Вот специфика рынка в том, что на нем нет двух человеческих бед. Разлов начальника и дураков подчиненных. Здесь есть руковые и вы сами решаете. Выбор огромный. Слава тебе, Господи, что вот сейчас даже у простого человека есть доступ к иностранным биржам. Такой, сякой, розетки. Хотите там одни инструменты, хотите другие. Выбор огромный. Глаза разбегаются. А если денег чуть больше, так вообще выбор полностью глобальный. Никаких ограничений. Но это же большая свобода накладывает большую ответственность. Это ваш выбор. Вы правильный выбор сделаете, вы будете вознаграждены. Неправильный выбор понесете убыто. Максимум, что могут сделать сотрудники инвесткомпании, это изложить точки зрения. Вот вы пришли на мой семинар, увидели мою точку зрения. Придете на семинар других людей, увидите другую точку зрения. И она тоже имеет право на жизнь. Рынок многогранный на одну и ту же проблему точку зрения может быть гораздо больше денег. То есть даже не одна, их может быть много. Но основных школ экономических четыре. Четыре философских концепции. Каждая из них живет. И каждая из них по-своему бывает хороша, бывает плоха. Поэтому ваша задача как инвесторов понять плюсы-минусы, представлять примерно, что можно ожидать от одной стратегии, от другой, от третьей, и какие недостатки у одной и другой и у третьей. Я даже вам когда про простую тратегию рассказывал, я специально прошелся по недостаткам, если вы заметили. То просадка, ожидание до погашения, досрочный выход и так далее. А дальше вы должны подумать, не торопиться и сделать выбор. Опять-таки никто не понуждает делать выбор на все деньги. Вы можете часть денег использовать для одной стратегии, для другой, для третьей и так далее. это тоже вполне нормальный подход. Но вот это вот время принятия решения с инвестора не снимет никто. Это ваш личный выбор, за который вы полностью отвечаете. И недобрый брокер, и недобрый аналитик не решит ваших проблем. Человек только сам может свои проблемы решить. Как бы не хотелось переложить ответственность. Я просто по вопросам вижу, что вы прям хотите переложить ответственность. Не бывает. Ну что, совсем уже пора закругляться. Все вопросы отвечены. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое.